Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. Ракутагин, а правду говорят, что теперь в Warface так просто не задонатишь? Ну, Кэп, отчасти. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин и Капитан Очевидность. Действительно говорят, в Warface так просто не задонатишь. Но только на Steam-версии. А как это сделать, я оставил ссылку в описании. Там первая ссылочка сразу идёт. Как задонатить в Steam. Вот. Если вы как бы любите донатить, любите доминировать, как бы, и у вас с этим проблемы, пользуйтесь. Я думаю, всё у вас будет тип-топ. В крайнем случае, нет. А мы приступаем. У нас новая снайперская винтовка Бинелли. Да. Хэтшот, бэби, югя. У нас... Спочина, мрачина. Благодарю, Днарина. Винтовочка сочная. Винтовочка прочная. Винтовочка полуавтомат. Но жарит, как прямо колесо. Да. Вы знаете, не успел я с ней толком поиграть, потому что ПТС полон, как всегда. Народу очень много. Комнаты распадаются. Людей не найдёшь. Никогда нарезала. Да. С двух выстрелов сносит. Да. С её-то ТТХ. Извини меня, дружище. Естественно. О, по самой гланды залетает. Будь здоров. Тихо, не... Ам. Ладно. Бывает. Ничего страшного. Не стоит переживать по этому поводу. Я думаю, своё мы настреляем. На нагибаем. Вот. Новая бинелька... Хороша. Хороша. Дабл килл, деточка. Как правильно сказал Кэп. Это самое оно. И, кстати, кроме всего прочего, есть у меня для вас отличный анекдот. Анекдот такой. Жена приходит домой, смотрит. Муж сдирает обои. Она ему говорит, Абгам... Интересно, на РМ разрешат? Обязательно разрешат, я не сомневаюсь. Она ему говорит, Абгам, ты что, решил ремонт сделать? А он говорит, нет, Савочка, я переезжаю. Да? А вот я... Ага, вот оно. Ну, блин, классно идёт, прям. Да. Если бы, как бы, не вот эти моменты. Обычно, вы знаете, лес спокойная карта. Тут можно даже по стелсу играть, ходить, что-то делать. Но почему-то в этой комнате густота сражения превышает все какие-то разумные рамки. Такое ощущение, как будто я на пригороде. Ну, реально, ну, прямо это же... Ну, это Парафин Петрович. Это очень жёстко. Да. Непривычный лес. Лес спокойная карта такая. Знаете, разумная. Отфармлен. Я тебе, сука, сейчас дам отфармлено. Молчи. Сука, отвлекаешь вот этими своими всеми отфармлено на фармлено, блин. У тебя будет отфарафинено, понял? Есть. Готово. Даблки. Мультики, дедушка. Сочно. И прочно, дружище. Мда. Как я понял, пушка эта спиндюривает глубоко. Ой, надёжно. Очень хорошо спиндюривает прямо. Ну, два выстрела, всё вам хватает. Учтите, я-то ещё использую глушитель, а тут ещё можно родной пламегас и будет вам... Тебя определили. Сука, Кэп, я тебя сейчас самого определю и не буду говорить куда. Ты, в принципе, понимаешь, если ты будешь вот так вот. Мало того, что меня этой дубиной убили неожиданно, так ты ещё подкалываешь. Иди срандель. Блин. Ладно, ничего страшного. Мы продолжаем. Не, ну, бодренько идёт. Честно говоря, как будто у тебя болтовка. Ну, примерно так же. Потому что оно с другими полуавтоматами чаще всего вот так вот на мясе резво играть не получается. Это хорошо, это хорошо. Реально хорошо. Почему? Объясню. Потому что надоели уже болтовки. Болтовки, болтовки, сука. Повсюду болтовки. Они все друг с другом в последнее время копипаст. А мощного, действительно мощного, сочного, прочного полуавтомата давно не было. Ну, давно не было реально такого. Как ты думаешь, а во втором варфейсе будет карта типа леса? Как ты, блин, вот как многие, во второй варфейс, второго варфейса не будет. Новая игра будет называться не варфейс. На варфейс она будет вообще не похожа. Но, кстати, да. Там действительно, судя по всему, как минимум одна карта будет как лес. Там будет очень много лесной местности. И еще там будет предмет под названием костюм-крыло. Что говорит нам о том, что, возможно, новая игра будет похожа на королевскую битву. Да. Вот, хедшот. Какая-то выживалочка. Так. Домбью, мунбью. Да. Домбовый обзор на пистолет. Ничего страшного, этого требует обстоятель... Сука. Сука. Есть! По красоте! Именно так. Весьма неплохо, я считаю, получилось. Хочешь всех фрагов, но по очкам нас немного обогнали. Поздравляю! И тем не менее, неплохо мы понагибали 51 фраг и 7 хедшотов, где ЮАЗ Оунда. Новая бинелька меня радует. Прямо, знаете, вот хороший полуавтомат, как в былые времена какой-нибудь таворчик синий, когда прямо он гнул или ЕБРочка. В общем, фаново на паблике. Very good. Что касается РМа, возможно, отстреливать штурмовиков или инженеров будет неплохо. Против снайпера с болтовкой, я думаю, вряд ли. Но тем не менее, для удовольствия, для качественного нагиба на паблике и ПВЕ, пушка реально огонь. Отдачи нет. Жмется в точку. Просто супер. Мне понравилось. А я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Вдруг, если это так, то ставьте лайки. По желанию. Это не обязательно. Как хотите. Яйти чешите. А это вот обязательно. Это прям без этого просто никуда. Яйцо почесал, и у тебя любая пушка жмется в точку. Да. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok